СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Против смертной казни, так как это будет подарок для преступника в плане того, что если смертная казнь, значит, преступление достаточно веское и тяжелое. Смертная казнь – это избавление от всех проблем. То есть одна минута – и все. Для меня нужно какое-то наказание, оно длительное и достаточно мучительное. Но в то же время, так как преступники, к сожалению, живут за счет налогов добропорядочных граждан, ну, здесь, я думаю, все-таки стоит задуматься. Но я против того, чтобы легко позволить этим людям уйти из жизни. То есть нужно какой-то путь исправления и покаяния с их стороны. Ну, если человек виновен, смотря в шестаде, можно, почему бы нет. Но надо, оказывается, надо смертной казни. Пускай пожизнений будет. Пускай мучается. Как лучше. Мое отношение к смертной казни, но пока еще не в его отношении. Потому что вопрос серьезный. И он требует внимательного к нему отношения, изучения. И вот тому, чтобы этим снились специалисты в области республиканции, истории того, как это происходило в России и других странах. Поэтому я бы, наверное, отбивалась на мнение специалистов и профессионалов. Ну, вы знаете, вот то, что мы наблюдаем, слышим, иногда наводит нас на такие очень сложные мысли о том, что, возможно, в отдельных случаях надо применять эту меру, потому что другого пути наказания, исправления, назидания, мы пока не знаем. Я последователь Толстого и Достоевского. Я противница смертной казни, потому что этот человек уже совершил преступление. Но если мы введем смертную казнь, это значит, что кто-то ее должен будет осуществить. И вместо одного убийцы у нас будет двое. Поэтому я против. Когда ты читаешь или смотришь истории жертв, например, тех же педофилов или других маньяков, то, если честно, наталкиваешься на мысль, что на самом деле неплохо бы ввести смертную казнь, потому что это на самом деле ужасно. Когда общество от чего-то отказывается, а потом поднимает вопрос о введении его заново, это означает шаг не вперед, а шаг назад. Поэтому я думаю, что можно придумать что-то другое, то есть можно найти другой выход, а не делать шаг назад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова